Ребята всем привет давно не виделись по поводу такой ситуации сегодня шел где-то 15 минут или где-то 10 минут 4 я шел по центру города это улица советская у нас но это кстати видео для жителей города сергач это в первую очередь вышел из автобуса приехал значит на автобусе лиаз нашего сергаческого автобуса м.п. сергаческий автобус значит автобус ехал у нас с гусево через улицу сверлова то есть кто живет в городе сергач это у нас идет вторым рейсом после обеда автобус идет низом по кольцу приезжая через банкомат поднимается наверх приезжает там где у нас загс едет центр города ну тем такая короче возле казначейства есть остановка я из нее вышел только из автобуса и такая фигня произошла я был сегодня я не знаю в двух метрах буквально в двух метрах я не знаю от какого случая доля от какого-то случайного события то ли от какого-то чрезвычайного события то ли от какого-то не знаю случай как это назвать я не знаю какие последствия могли бы быть это я не представляю итог такой шел я возле магазина компьютера носиной да у нас там магазин такой есть там висят у нас наверху от столба до здания от здания до столба еще раз от столба до здания висят новогодние там я не знаю на день города всякие различные иллюмицентные гирлянды на трассовке трассовка не знаю какого сечения конечно вот одна трассовка доходит до здания на изолятор там изолятор с изолятор опять идет куда-то на столб но итог такой я вышел гляжу значит наверху изолятор слетел со здания и висит на одной трассовке думаю сейчас что-нибудь сорвется ну так издалека посмотрел так еще ветер на улице болтает все эти линии и в этот момент приезжает машина рессовская сресса нашего вышка то есть у него вышка такая вот там человек залазит на вышку и там поднимает ее и там чуть делает и вот она в это время где-то минут то ли 15 то ли 10 минут 4 до в это время сегодня у нас кстати 5 октября 2018 год пятница проезжает мимо казначейства я тут перешел пешеходный переход и это линия вся обрывается вот эта вся линия сверху вместе с изолятором все это обрывается падает все это на вышку рессовскую газон едет все тянет всю линию по городу вот этому всему я не знаю погоду там в районе вороново от это вся линия вся вытягивается это все отрывается на хрен чертовой матери у меня вот этот изолятор изолятор он пролетает в двух метрах от меня представляете в двух метрах от меня пролетает чуть маленько подальше казначейство где между казначейство остановка это было что-то там шли две ученицы еще они музыкальную школу шли не знаю куда там девчонки тоже из автобуса вышли ё-моё ну то-то они становились конечно тоже машина включили аварийку вот всю линию оборвали вот эту все поверху все это иллюминацию вот эту вместе с трассовкой с изоляторами они наверно сами вот эти мужики стресса были в шоке скорее всего сами были один вышел ушел улыбается чё типа за херня блин мы ехали чисто все было какая тут линия мы чё оборвали тут ее это что-то ребята это что-то два метра изолятор пролетает падает на асфальт за газону разбивается такой изолятор но обычный такой электрический изолятор который вешается на столбами а если бы сюда сюда я не знаю а если бы трассовкой вот здесь вот чё было бы не понимаю службы нашего города вы кого нанимаете там делать вот эти вот высотные работы монтажные крепить такие вот в центре города нашего старого города вот эти вот работы делаете вы думаете об этом или нет вы хоть следите за этими трассовками которые тянутся наверху вы их сделали для праздников всяких различных и бросили на самого как раз вот этого трассовка она была над магазином центральный я издалека вышел как раз пешеходный переход прошел смотрю висит еле-еле думаешь оторвется и она оторвалась в этот момент вы понимаете или нет службы нашего города а администрация не знаю там глава там я не знаю а а если бы сейчас чего произошло и кто полетели бы явно не вы полетели бы а кто-нибудь ниже полетели бы сто процентов и службы рс знает что они сегодня ездили мимо казначейства наш то ли машина то ли средства ли сгорнерга не знаю и она зацепила вот эту фигню но она не сцепила она провалась и потом она пошла по ветки от их не вышки следите пожалуйста за этим всем хозяйством и больше я я лично ничего больше не прошу вот и все и нанимайте рабочих тех которые бы сделали качественную работу не на один год не на два на три на четыре на пять не на шесть она я не знаю там там крепление вот намотали не значит и знать что вы сами выйдете во службы год нашего города кто занимается этим хозяйственным электроснабжением всякими лампочками елками на новый год посмотрите каком ситуации у вас вот центр города вот у нас на советской а посмотрите у вас там вообще там черте знаешь туда пожар не далеко скрутки всякие я не знаю черте знаешь что как не знаю мужика с деревни взяли электрика какого-то не знаю колхозника алкаша блин который занимается хозяйством у меня просто отушен вот ползет и все вот и все я ничего не могу сказать про этот проект ситуацию сегодня просто два метра пролетел зале то передо мной чего еще сказать не могу глян россия наша матушка чего сказать чем могу ладно всем пока и всем удачи все всем все хорошего